Привет, друзья! Дискуссии вокруг возможности существования внеземных цивилизаций не утихают уже десятки лет. Дрова в огонь подкидывают и некоторые документальные подтверждения, которые заставят задуматься даже скептика. 23 сентября 1947 года руководитель материально-технического обеспечения ВВС США генерал Нейтан Твайнинг написал секретную докладную записку, адресованную генералу ВВС Джорджу Шульгену. В письме шла речь о неких летающих дисках. Тайвинг заострил внимание на том, что объекты были реальными, а не призрачными или вымышленными. Первым предположением Нейтана касательно летающих дисков было то, что это природные космические объекты, во многом схожие с метеоритами. Но такие характеристики, как большая скорость набора высоты и экстремальная маневренность, позволяли предположить, что объекты управлялись вручную, либо же дистанционно. Тогда генерал Твайнинг привел описания объектов, во многом схожие с традиционными описаниями НЛО. Он упомянул о металлической светоотражающей поверхности и эллиптической форме летательных аппаратов. Интересно, что в этот период количество очевидцев НЛО увеличилось. Так что появление новых секретных документов по этой теме было лишь вопросом времени. 31 января 1949 года ФБР выпустило меморандум под названием «Защита жизненно важных объектов». Соответствующий документ был направлен директору ФБР Джону Эдгару Гуверу. В нем шла речь о встрече представителей Управления военно-морской разведки и подразделения ВВС, занимающегося специальными расследованиями. Ключевое изложение документа выглядит следующим образом. Разведка недавно заявила, что вопрос о неопознанных самолетах или же летающих тарелках находится под грифом «секретно» как для разведки, так и для военно-воздушных сил. Следует упомянуть, что в этот период времени эпоха появлений НЛО уже окончательно наступила. Однако правительственные организации регулярно говорили общественности, что объекты были сочетанием мистификаций и ошибочных трактовок природных явлений. А режим секретности, под которым и находится информация об НЛО, объясняется следующим образом. Согласно меморандуму, в декабре 1948 года пассажирские самолеты, летавшие над городком Лос-Аламос, чуть ли не регулярно сталкивались с неопознанным летательным устройством. При этом аппарат летел со скоростью 3700 км в час. Для справки, на сегодняшний день средняя скорость военных истребителей составляет около 1700 км в час. Как и в докладной записке 1947 года, особое внимание акцентируется на чрезвычайной маневренности летательных устройств. Однако меморандумом утечки информации об НЛО не ограничились. По мере рассекречивания секретных документов, общественность стала узнавать все больше про обсуждение неопознанных летающих объектов на самых высоких уровнях, как государственных, так и военных структур. В 1951 году пилот-истребителя Ф-51 составил рапорт о своей встрече с НЛО, причем описание практически совпадало с документами прошлых лет. Спустя год в 1952, когда наблюдений за НЛО было особенно много, директор разведки ЦРУ Маршал Чедвелл писал докладную записку на имя директора организации Уолтера Смита, в которой призывал принять немедленные меры в целях защиты общенациональной безопасности. Как видите, сам факт того, что неопознанные летающие объекты как явления со всей серьезностью обсуждались в различных организациях, уже говорит о многом. Из приведенных фактов напрашивается множество выводов, но сегодня я не буду ставить точку в этом вопросе. Пусть каждый решает сам, во что верить, а во что нет. На сегодня же все. Соблюдайте спокойствие и проверяйте всю информацию, которая к вам поступает. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. До новых встреч!